Самая чистая пища – пища без насилия. Если ее освещать, тогда она очень сильно помогает. Кстати, очень важно понять, что мужчина меняется через освященную пищу. Если женщина готовит освященную пищу, с молитвой готовит, то муж очень сильно меняется, потому что психика у мужчины очень сильно зависит от питания. Ничего страшного, это его уровень развития. Вот что бы вы ни сказали, допустим, если мне скажут, если человек с клюшечкой уже ходит, как ему бегать? Я ему скажу, ну пусть ходит побольше с клюшечкой. Придет время, начнет ходить без клюшечки, потом начнет больше ходить еще, потом начнет бегать и так далее. Понимаете, какое бы положение ни занимал человек, на каком бы уровне ни находился, это все просто его развитие. И все. То есть с мясом так с мясом, какая разница? То есть, значит, постепенно он будет развиваться и будет чище кушать. Это просто вопрос развития, понимаете? И не надо беспокоиться, что в этом вопросе у него слабое развитие. Это просто объем работы. Знайте, что когда вы начнете работать над собой сильнее, развиваться, он обязательно станет другим. Потому что когда солнце восходит, все тени исчезают. Это стопроцентный факт. Не думайте, что он останется таким всегда. Это невозможно. Он будет менять свою жизнь. Я видел тысячи примеров на это. Я также видел примеры своих родственников. И даже дальних. Хотя я непосредственно никак не общался с ними. Они меняют свою жизнь просто потому, что связаны со мной. У меня все ближние родственники уже поменяли свою жизнь. Меняют дальние. А все мое окружение живет очень чистой и светлой жизнью. Много друзей, сотрудников. Все живут как надо. Так судьба действует. Но когда я начинал работать над собой, никто не жил вокруг меня как надо. Я был один. В институте все считали меня немножко того. А сейчас уже некоторые одногруппники слушают мои лекции. Бывшие одногруппники. И меняют свою жизнь тоже. Все меняется в жизни человека. В лучшую сторону. Если он пытается к свету идти, все вокруг становится светлее. Все меняется. Надо просто это делать. И верьте, что это так, а потом вы это увидите уже на самом деле. И это просто путь не быстрый, медленный достаточно процесс. Поэтому кажется, что все стоит на месте. Но если посмотреть, допустим, на любого человека, вот давайте ее проанализируем. Сколько вы слушаете лекций и работаете над собой? Вы? Да. Дайте ей микрофон. Над собой. Где-то год. Ну, год, да. Замечательно. Давайте проанализируем результат. Вот смотрите, где-то месяцев 8 вы начали работать над собой. То есть вы включались в это все время, два с половиной года. Сначала просто слушали, потому что вам плохо было жить, депрессии. Потом постепенно вы начали слушать, потому что вам захотелось поменять свою жизнь. И месяцев назад вы решили менять свою жизнь, начать. Вы начали это делать. Вот за эти 8 месяцев, что произошло с мужем? Первое. От крайне негативного отношения к лекциям к нейтральному переходу. То есть он сейчас нормально к этому уже относится. Что? Относится, я уже вижу. Сто процентов относится. Второе, что произошло. Он уже начал задумываться от своей жизни. Раньше он не задумывался. Он уже думает о том, как ему жить, менять свою жизнь. Это стопроцентный факт. Кроме того, я также вижу изменения в его питании. Посмотрите внимательно. Он стал по-другому питаться. Начинает думать, что есть, что нет уже. И так далее. Идет процесс. К спиртному отношение тоже поменялось уже чуть-чуть. Идет процесс. Пройдет два года, вы не узнаете своего мужа. Мое предсказание. Надо продолжать просто двигаться. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...